здравствуйте уважаемые земляки всем минут у нас сегодня в гостях частый гость нашего канала савар павлович дагинов правда давно мы не выходили в эфир саваром павловичем савар павлович приветствую поприветствуйте пожалуйста наш прессу это санал давно это уже более года на канале на канале ну хочу поприветствовать всех подписчиков и буду рад ответить на твой вопрос да я специально пригласил тебе хотел бы их чтобы после приду и мы после выборной кампании вообще просто после голосования которое прошло у нас в сентябре этого года хотел бы твой взгляд на политическую ситуацию калмыки ты я вижу твои посты очень много пишешь как всегда резко высказывайся кто поговорить на эту тему и в вкратце да я думаю у нас есть время и мы у него поместимся чтобы вкратце детально подробно для наших подписчиков ты хотел узнать мою оценку про политическую ситуацию после выборов взгляд и вообще что что по-твоему происходит у нас в принципе ничего нового существующих реалиях это все было ожидаемо в поддверии самых главных выборов следующего года то я вот уже не раз говорил что у нас выборные политические технологии они заменяют реальную как бы сказать политическую ситуацию то есть почему я высказывал свою такую оценку она кому-то может нравится кому-то не нравится но я считаю что доверия к выборам ну очень сильно дискредитирована я ну это не только моя оценка ну потому что на протяжении последних на на двух десятилетий очень много фактов которые об этом свидетельствовали да когда политтехнологии фальсификации массовые подтасовка результатов заменяют ту реальную оценку население ту оценку которая должна быть через их неволе изъявления на выборах давать ту политическую оценку ситуации какая складывается в том или ином регионе давай непосредственно эти выборы как здесь она относится как она применена ну понимаешь я может быть резко выскажусь я считаю что вот эти процедуры да там предвыборная кампания подсчет голосов но это все как сказать они не отражают ту реальной оценки которая сейчас у нас складывается да и стране и в республике и в обществе да ну для примера да у нас более 20 лет на выборах всех уровней федеральных региональных местных побеждает одна и та же политическая пассива партия единая россия либо ее представители да то есть да это говорит о конкуренции у нас были факты когда через выборы выигрывала выборы да там на любом уровне какая-нибудь оппозиционная партия да реально проложивание партия да это один пример второй пример да взять хотя бы вот федеральное собрание государственную думу да там у нас она четырех партийные да так получается единая россия кпс справедливая россия и партия новые люди ну фактически это моя оценка реальной оппозиции нету и вот эти партии да они не представляют так сказать не могут представлять точку зрения которая не совпадает с провластной все равно по всем ключевым вопросам государственной думе они голосуют так как голосует партия власти то есть это партии я считаю это парк это парк не стоит но это же и отражается и на калмыкии да потому что мы ж не живем в отдельном вакууме да то есть у нас та же самая ситуация у нас больше 20 лет в хурале парламентское большинство за какой партии не на все единая россия да то есть ты можешь сказать что допустим за последнее время социально-экономическое положение в республике улучшилось нет у нас же есть госдолг сегодня официальную статистику едут ты ты самый важный показатель я считаю взять взять тот же самый пример допустим если возможность найти в республике достойную работу с достойным заработком да это вот как бы ну такой банальный пример там того что в республике как-то социально-экономическое положение улучшается что-то происходит но при этом но при этом у нас из года в год побеждает какая партия партия власти всегда заявляет что мы несем ответственность за все я хочу вернуть к той ситуации к той оценке да то есть независимо от того какое социально-экономическое положение ситуация в республике политическое общественное настроение зависит от уровня жизни конечно да и у нас получается какой-то нонсенс до социально-экономическое положение в республике все хуже и хуже общественное настроение ну не секрет они радикализированы и оценка деятельности партии власти она вот если взять простых обывателей она ты думаешь только я высказываешь жестко что я это делаю просто публично а большинство это делает не публично и при этом ухну и этом на всех выборах у нас побеждает партия власти да то есть и я хочу сказать политические технологии выборные технологии заменили реальное волеизъявления давай в данном случае на выборах народных уралах до третьего года данные выборы не исключение были проведены как были применены политические технологии чтобы такой был результат но тут целый целый комплекс да у нас не секрет все подтасовки все фальсификации они допускаются там где нет реальных наблюдателей да то есть это не секрет все результаты рисовались в районах да если вот взять выборы 21 года на которых ты был кандидатом от кпф государственную думу когда нам удалось создать наблюдательный полк и перекрыть в основном город там фальсификации городе были минимальны в городе да ты как кандидат и кпф меняли большинство только партию ну партия взяла большинство да то есть это говорит о том что если удастся обеспечить наиболее такую максимальную честность и прозрачность результат партии власти может быть поставлен под сомнение да это вот реальный пример не здесь согласен но я вот например не согласен с тем что вот ты говоришь то что люди как бы не участвуют а это только по и технологии да ну я знаю людей которые голосуют за единую россию понимаешь я хочу это объяснить я хочу донести до людей то что действительно народ все решает здесь народ решил тем что он не пришел это явка правильно не и ты ты сам пишешь своих своем канале что это рекордно низкая явка едем самым народ и решил он не пришел и не проголосовал и все то есть ответственность скидывать только на партию власти на политтехнолога я считаю что нет на данное начинать себя а именно просто прийти на выбор о чем мы всегда говорили и и на сегодня мы говорим тоже вернемся к началу то что низкая явка это что люди не приходят на выборы это же следствие следствие того что люди разочаровались люди уже не верят в том что они через выборы через легальные процедуры могут как-то повлиять на результат потому что первом году ты сам мы показали можно влиять двадцать первом году был пример след следующие выборы 23 они не приходят сама понимаешь жизнь же не останавливается на пике даю пик общественных настроений которые бурлили тогда в республике с девятнадцатого года пришелся на двадцать первый год до социология и наше общество показала ну потом у всех своей жизни она не останавливается меняется до события которые происходят в стране в республике у нас ну вот это мои наблюдения то что я вижу конечно люди больше сейчас заняты своими проблемами проблемами выживания до невозможно постоянно проявлять гражданскую активность даже те же активисты которые допустим вместе с нами до участвовали во всех этих как бы акциях принимали участие в выборах большинство они из них оказалось под репрессиями многие были вынуждены уехать многих вынудили кто-то просто не выйдет ну основная часть нашего населения заняты проблемами выживания да то есть ты хочешь сказать что ситуация настолько стала хорошей стабилизировалась и общество консолидировалась элиты консолидировались что все стали дружно теперь голосовать за единую россию ты знаешь там некоторые единично я знаю много фактов когда бюджетников тех же зависимых заставляли голосовать за единую россию и контролировали эти голоса я не согласен с той оценкой который сейчас политтехнологии подают своих те же телеран каналах да что у нас есть некая стабилизация общественно-политической ситуации у нас есть консолидация элит это чушь никакой консолидации элит в республике нет то что некоторые акторы или молчат или не высказывают свою оценку большинство из них молчит я просто со всеми общаясь так получилось да не высказывают свою оценку не публично и не как-то но это ни о чем не говорит да а то что общество не пришло на выборе там не проявил свою активность не уходит там протестовать не выходит там на митинги да нет просто почему это тенденция и почему почему не пришли но потому что разочаровались и сейчас я не забываю какой отток населения наиболее сейчас последнее время до очень много наших земляков особенно молодых они просто бегут из республики знаешь я вот я не согласен с этой оценкой я бы был согласен что общественно-политическая ситуация она как бы стабилизировалась если бы у нас экономика там допустим социально-экономическое положение стало лучше да уровень жизни поиск какие-то изменения произошли там республики да а то у нас какой-то нонсенс да все лето и перед выборами на фоне массовых отключений воды и света в городе в столице республики да вдруг у нас везде побеждает единая россия вот вдруг взять да просто людям закрыли рот засушили явку это технологии это политические выборные технологии что мешал вот это слово вы не ходите на выборы мы вас мы вас уволим если вы придете или как зачем никто никого не подгонял что не подгонял мне не это же есть факт того что явку сушили я знаю что сушили но как я обычный человек обычно рядовой там ты меня хочешь убедить что почему этот результат как бы который который показали эти выборы он является как бы честным достоверным да и партия единая россия победила честно как в одномандатных избирательных округах так и по спискам я хочу сказать оппозиция получила там всего 4 места дай мне сказать я тебе сейчас дам сказать да я хочу сказать это реальный результат общественных настроений в республике так выходит что да народ голосует за единую россию я еще раз подчеркиваю народ все решает а народ когда голосует решает и когда не ходит на выборы он тоже решает и я не хочу на время действовать из той позиции из той парадигмы мы все сделали а нас пересчитать нам необходимо как-то чуть по-другому чтобы и мы все делали и нас не пересчитывали чтобы это как бы было реально реалистично чуть-чуть я про это персонал да народ 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 подожди дай мне сказать я не защищаю здесь единую россию дай мне сказать просто я говорю о том что о взятии ответственности в первую очередь за то чтобы ходить на выборы сколько тебе понадобилось времени чтобы прийти к такой оценке что партия единая россия победила на этих выборах чем что я видел при тех существующих реалиях когда коммунальный коллапс в городе вот когда нету вот я знаком с некоторыми бизнесменами достаточно успешными которые сейчас они сбежали из республики согласен многие ты знаешь наш общий очень большая миграция согласен я население бежит и тут при этом ты пытайся мне доказать что наше население резко у партии единая россия резко поднялись рейтинги когда и партия стала пользоваться популярностью я ничего такого не говорю я говорю то что народ это лицемерие не пришел на выборы моя оценка вот твоя оценка то что партия это лицемерие я на самом деле я тебе выскажу я ответил на то не пришел на выборы при том что вы в этой листе смотрели рекордная низкая явка народ не пришел на выборы при том что у них всю зиму не было света все все лето не было воды здесь выборы то есть выборы где вы можете высказаться они берут и не приходят а приходят тех кто кандидата от единой россии попросили вот так там 800 человек 3000 человек и они пришли я про это говорю сейчас про народ народ действительно все решает ты не чувствуешь ты не слышишь меня я же говорю что многие разочаровались хотя это не дошло я тебе говорю что многие с кем я общался допустим и кого я они просто разочаровались в том что через выборы через легальные процедуры можно изменить что-то я считаю что разочарование это один из этапов отношений разочаровался но делай дальше это результат многолетних фальсификаций тем что сама процедура выбора уже настолько дискредитирована что если сейчас провести честные выборы в эти честные выборы результаты никто не поверит у нас нету ни одного факта чтобы оппозиционная партия падает оппозиционный кандидат чтобы пришел к погниш до выиграли с первым годом это единичные случаи нет ни одного факта выиграли в городе относительно списка выиграли вот те факт ты говоришь нет низом факета вот те факт но это победа ничего не было вернемся к политической ситуации ты говоришь это потому что город перекрыт был ну конечно конечно ну так и и надо проводить избирательной кампании что было все перекрыть ну не всегда так получается это был пик общественных как бы политических настроений которые тогда были в республике ну сейчас это все сходит люди заняты своими проблемами жизни останавливается на это нельзя пять лет бегать там манифестовать протестовать надо кушать тоже думать без согласен но один день 15 минут потратить и пойти проголосовать ну ты сам как считаешь почему я не знаю я из-за этого были почему не ходит но я ответил тоже зачарование да я считаю что люди просто разочаровались вообще они не верят ни в какие выборы они не верят в то что через выборы можно изменить ситуацию можно изменить свою жизнь можно повлиять на и ни в какие выборы уже никто не верит в этом самая большая опасность все эти выборы до заменяется политтехнологии политтехнологии делают выборы понимаешь и у них создается иллюзия что да можно независимо от того какие общественно-политические настроения общество независимо то какая социально-экономическая ситуация да можно сделать любые выборы да и они вот как все как сказать на этой волне пытается это все привязать людям мы вам навяжем тот результат с которым вы все согласитесь да приедут технологи там полевики там агитацию пройдут пропаганду а то что мы сфальсифицируем да эти результаты там за счет сбросов за счет подтасовок мы потом это все легализуем вы в это поверить сами выборы превратились процедуру легализации власти хорошо что делать или в таком случае не участвовать выбор ты у меня спрашиваешь неужели что сделать если бы от моего мнения или желания зависело что делать проводить честные выборы другого выхода нет они заменять честные выборы политтехнологии не здесь я с тобой согласен что весь политтехнолог потому что рано или поздно да больше понимаешь а вам линкольн сказал так можно вечно обманывать одного человека да можно недолго обманывать группу людей но нельзя всегда обманывать целый народ да это знаю чтобы совать если исходить из истории да то история современной россии там 30 лет да это относительно небольшой период и он пришелся на нашу сознательную жизнь да то есть наше детство пришлось на советское детство а уже такое юношество молодость и зрелость пришлись на то есть все эти события происходили на наших глазах до распад союза до становления нашей страны все это происходило на нас мы сами участники да и то что происходит сейчас я допустим не горят сарты высказываешь там резкие оценки ты там оппозиционный человек я вот когда я говорю что я государственник да мне многие не верят да я считаю что нельзя постоянно фальсифицировать результаты выборов нельзя нет вообще нельзя фальсифицировать результаты выборов я вот я вот не ставлю в пример американскую систему да я считаю там тоже нету никакой демократии никаких выборов да там постоянно конкурируют две политические силы республиканцы и демократы и они там каждые два срока в основном меняется местами фактически это один и тот же политический класс да вот американскую политическую систему называет выборную называет конкуренция выпускников ели и гарварда здесь что получается но у них идет жесткая конкуренция предвыборный период до во время выборов да и у них не происходит революции когда допустим одна партия к власти приходит или кандидат этой партии станутся президентами все идут там репрессии санкции они все остаются на своих местах ничего и мир не переворачивается да это устойчивость политической но при этом есть выборы есть жесткая конкуренция да у нас как тебе сказать есть одна политическая сила которая просто боится потерять власть да вот ты можешь себе представить такую картину что на федеральных выборах победила какая-нибудь другая партия комедийной россии я честно гранит нет и несмотря на то общественно-политическую ситуацию общественное настроение до навсегда политехнологии убеждают что поддержка партии власти растет выбора нету да а кто не согласен тем заткнули вот кто не верит в это ну тот там как сказать того вывели из легальных политических процессов да получается так но при этом это факт какие бы выборы не происходили у нас всегда побеждает одна партия вот взять недавний пример нашего нашего прошлого да у нас была одна политическая партия кпсс я считаю это было честно не было никаких выборов до на съезд и депутатами выбрали трудовые коллективы кандидатов все выдвинули ты стал депутатом верховного совета это относительно честно было вот сейчас я думаю надо вернуться когда партийной системе да одна партийная система как бы они не назывались там кпф спорезди выходишь на уровень федеральной двои проколки но это и на калмыкии отражался на калмыкии отражается у нас политические взгляды не зависят от названия партии не зависит совершенно я с тобой согласен в части я вот вопрос тебе задам такой вот и говоришь ты участвуешь политической жизни активно пишешь критикуешь все то что ты предлагаешь но если ты меня внимательно читаешь и там же и предлагаю не только эти кроме недавно но встречи задавали похожий вопрос что ты хочешь что ты хочешь и почему-то не участвует политической жизни потому что я понимаю реалии нынешней политической системы что человек с такой оценкой с такими взглядами как я его просто не допустит к реальным выборам к участию выбора да но и но у меня есть эти примеры допустим я честно говоря не стремлюсь для меня политика то чем я занимаюсь высказываю публично свою оценку там давай каким-то там событиям в республике в основном до которые происходят как я скажу как тебе объяснить это возможность выразить свою гражданскую позицию да зачем я этим занимаюсь вот как цель какая да вот некоторые это понимает так многие же идут в политику нынешнюю политическую систему для то что попасть во власть да попасть во власть сделать карьеру ну в этом ничего плохого попасть в волосе да да ничего делать карьеру да есть ничего там у нас в госдуме куча миллионеров и миллиардеров полсовета федерации ты опять идешь я не не я тебе привожу реально я тебя возвращаю иди в калмыкии давайте мы говорим про калмыкии як мы еще не не развились так чтобы говорить о санал я тебе подвожу то есть свою профессиональную делу деятельность общественно я не путаю у меня нет цели прийти во власть через то чем я занимаюсь выражая свою гражданскую позицию да я понимаю реалии нынешней политической систем если ты хочешь идти во власти должен быть лояльным сам обязательно обязательно ну или надо как тебе сказать изображать некую оппозицию с которой не будет опасно для правящих те оценки для той существующей политической системы люди имеющие свою точку зрения не всегда вписывающуюся там допустим с официальным курсом да и способные принимать самостоятельное решение да они опасны почему достаточно и сама политическая система она их могли маргинализирует она их выталкивает я считаю это неправильно у них нету возможности участвовать в легальных политических процессах почему это почему у тебя нет возможности участвовать а какие ты видишь возможности кроме то что имею возможность пока публично через свой частный телеграм-канал высказывает давать свою оценку той политической экономической ситуации ты хочешь реальный пример ты их знаешь все но я в степле и почему я не участвую выбор потому что тебя не допустит а то стал что тебя не допустит не допускали 19 допускали и в прошлом двадцать первом году была такая ситуация с 19-м году ты был как кандидатом я был в списке еще да с первым году ты не выдвигался не была попытка выдвинуться от партии новые люди и я просто думаю что мне кажется можно всегда и выдвигаться вид и если будет там только нам сыром и живы на этапе регистрации рубида здесь понятно меня меня не бустит я не хочу сказать что я совсем там отвергают если такое предложение возникает я не против я участвую ну я сам такую прям инициативу прийти во власть в овации нет моя цель основная да моя цель основная это повлиять на общественное настроение на самосознание земляков до через свое видение через свои принципы жизненные через свой родов под жизненный профессиональный опыт да допустим я же не просто огульно критикую я обосновываю да то что там касается экономических вопросов политической ситуации да ты можешь сказать что я огульно критикую нет я говорю ты пишешь обосновалась я стараюсь обосновать я вот не пойму ты говоришь я хочу показать свою гражданскую позицию разъяснить ее показ разъяснить людям чтобы они понимали что происходит да но при этом я не хочу идти во власть то есть как понять не хочу идти во власть у меня нет цели попасть во власть это раз цель политики какая я участвовал в выборах и участвовали с тринадцатого года цель политики какая самовыражение просто самовыражение да мне кажется цель любой политической деятельности это при прийти к определенной власти нет я у нас наш понимаешь если бы у меня была цель прийти во власть или попасть во власть да я во первых бы сменил риторику это раз я не давал бы тех оценок какие я даю это 2 а с теми оценками истории только у меня рассчитывать на то что тебя будут рады видеть там на выборах в депутатах факты говорят об обратном то есть тебя не пусть и систем политической не просто да а вот на например полное население калмыкии послушала савра дакина на этом интервью сказала все мы короче хотим его во власть скажет все мы мы только за него и все и ты прям эту поддержку почувствуешь и поэтому политическая система тебя не у нее пускает и люди говорят савра иди 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 мы за тебя везде баннер савра дакина висят везде там доска позора полностью твоих постах и фотографиях и вот это полное население калмыки тебя слушает ты будешь брать за них ответственность ты пойдешь в власть слава ты опять немного утребуешь да но серьезные люди ты меня считаешь человеком кто летает в облаках я понимаю какой реальность мы живем я не перебиваем да я выскажусь да те взгляды какие я озвучу то видение как должна развиваться республика какие должны быть у нее приоритеты сейчас но не то что трудно реализуемо их невозможно реализовать взять ту же экономическую ситуацию да вот сейчас у нас большая риторика ведется насчет там реализации как индивидуально программа развития да и п и посмотрел прочитал там не было ни одного объекта кроме там но инфраструктуры там связано с водой там который бы нас привело к тому что у нас бы создавались какие-то производства капитализация росла до до бы оборот да да все это нужно ну базовых вопросов базовые вопросы там не решены да у нас до сих пор четыре года мы наблюдаем ситуацию когда у нас в основной бюджета образующей отрасли бардак нефтедобывающий у нас бывшая калам нефть которая досталась какому-то жулику и мошеннику сейчас находится процедуре банкротства и вообще непонятно что там происходит кто эту нефть добывает куда она вывозится перерабатывать республика не получает ничего это касаемо той нефти которая добывать даже если месторождения газа мы тоже с них ничего не получать мы не можем даже часть своих потребностей обеспечить да потому что нет нету никто не вкладывал инфраструктуру газопроводы это 23 у нас есть выход на каспийский шельф на каспийскую нефть да у нас добывает там 100 миллионов нефти лукойл что мы получаем от этого лукойла ничего до последнего времени даже налоги не платили пользовались налоговыми льготами да а добыли уже в год примерно добывали около 100 миллионов тонн нефти и за счет того что у них юридическое лицо было зарегистрировано не в республике да и за счет того что там была такая система налогообложения там по налогу на приконсолидированная до налогоплательщик налог платил республика не получала ничего то есть не было справедливо перераспределение доходов да то есть даже то что нам положено то что на что мы можем повлиять руководство республики на это не влияло этим не занималась эти вопросы не трогались это 2 3 вопрос через нашу территорию проходит трубопровод ктк я примерно исходя из открытых источников подсчитал какие доходы получает ктк за то что проходит трубопровод в долларах это выходил порядка миллиарда порядка миллиарда и при этом они судятся с двумя районами республики за долг в бюджет этих районов там 170 миллионов да о чем это говорит о том что бардак срывайся до республика как правило я считаю недополучая доходов из этого всегда говоришь все это знаете что делать менять ситуацию надо приходить надо приходить вопросами какие ты видишь и гусь меня вас не подожди а какие ты видишь легальные пути прихода во власть таких людей как я которые понимают как любая ритеты двадцать первом году ты меня не пустят я я в первом году прошел на сам я я не я не хотел участвовать с 13 я знал что я не выиграл но я показал что можно так делать понимаешь и нужно даже так так делать мы мы не собрали пол мы это показали и доказать а сейчас просто говорить да я буду говорить но я не пойду потому что меня не пусть мне кажется чуть ли не проникса санал ты утрируешь и опять факты не слышишь меня я вот игру я выборах участвовал с тринадцатого года ты все это отметаешь а чуть ты не идешь на выбор нет я не сказал что ты мне сейчас это как ты сам сказал что я что что-то послушаем я не перебивая не пусть и послушаем я выбор участвовал с тринадцатого года когда ты даже еще близко политики не думал ты васин несколько раз но при этом я не менял риторику я как вел себя публичном пространстве так и виду ты почему думаешь меня в девятнадцатом году не пустили в гс когда депутат габи бабичев сложил свой мандат нет а ты думаешь это как бы не связано да не подожди ты думаешь почему на выборах двадцать первом году партия не стала выдвигать а ты говоришь мне у ты не идешь на выборы я реально ситуацию понимаю и поэтому я не нет я не рвусь я не рвусь сам те предложения поучаствовать выборах какие были в которых я участвовал не от меня не исходили я не рвался в на эти выборы тут понимаешь либо трусы один либо крестными либо ты как-то участвует по тем правил тот политическая реальность какая есть ну либо оставайся свободным гражданином относительно да и иметь свою точку зрения да а если ты пытаешься до имея свою такую точку зрения попасть и куда-то стремиться но система тебе показала так что ты не обобщай да были не мои попытки привлечь меня как кандидата там и в списке отдельно я достаточно трезво к этому отношусь ну да видимо ты тут трезвости я не понимаю что ты понимаешь что так ты тебя не пустят и я понимаешь у меня нету цели прийти во власть ради того чтобы там какие-то свою личное благополучие поправить и по которым не говорит об этом ты сможет нас большинство ну давай не будем лицемерить большинство унышли политической системе идет во власть для того чтобы поправить свою личную большинство же большинство получить доступ коррупционной ренте я с тобой согласен влиять на административный ресурс да мы же встречались человек нас там уже об этом я согласен но мы я думаю если ты придешь я приду но это можно фантазировать я я реально те говорю таких людей как я нынешней политической ситуации близко не допустят хотя ничего такого крамольного я там не я исхожу из тех с того знаю из тех знаний из того опыта которые я имею профессионально то это наш на следующую президентскую кампанию и на следующий выбор в какой прогноз президентской кампании все ясно дай бог здоровья владимир владимирович с выборами главы ну все будут зависеть от первое от политической ситуации в республике раз и от социально политической экономической ситуации в стране до 23 то что допустим нынешний состав руководства республики не эффективен и непрофессиональным я уже много раз на фактах это приводил или еще раз можно в интервью проходит по факт до раху то есть те декларируем и цели с какими они шли до в этой программе цакерой да это решение проблем безработицы вот многолетних проблем воды проблем оттока населения проблем высоких тарифов за электроэнергию они как не решены так и не решены потому что неправильно определены базовые приоритеты что имеешь ввиду что я имею ввиду надо стоять на земле и смотреть на те ресурсы какие у нас есть ими пользуются да ими пользоваться я еще раз говорю надо обратиться почему у нас кроме разговоров о наведении порядка в нефтедобывающей отрасли ничего не ведется четвертый год куда это нефть увозит где правоохранительные органы почему не занимать почему это процедура банкротства затянувшиеся до республика что-то получает есть результат нет результат мы наблюдали некий рейдерский захват тоже непонятно да почему там жители соседней республики пытались с оружием там захватить чужие активы то есть много вопросов возникает от ответов мы не видим да это и не говоря уже про тот коммунальный коллапс который сложился в республике да кроме разговоров и кроме какой-то суеты под фотокамеры ничего не видно ну а я хочу сказать самая большая беда самая большая угроза этот поток населения отток населения это результат социально-экономической катастрофы которая в республике да я вот уже много раз говорил что я считаю что республика она превращена в некую сцену экономическую резервацию день для большинства невозможно жить достойно у нас много профессионалов но у нас очень высокий образовательный уровень среди населения ну много просто не могут и быть полезными для а ты говоришь а почему ты не участвуешь но допустим но ты вот как с луны прилетел и такое как не знаю когда гришь а почему это вы такие хорошие критикуете не учат да не допустит система допустит лояльных бесхребетных и полностью на все согласны вот мое мнение я так считаю я считаю большинство парламента лояльными бесхребетными и полностью на все согласны ну да но они завтра станет они сегодня показали понимаешь система выстроена так что если ты будешь иметь свою точку зрения то есть много инструментов давления на тебя через партию я просто исключат из депутат но у нас есть пример пример саглая сам сам борисович остались депутатами остались сделали все чтобы они не остались даже депутатами это благодаря их не или строк почему ты хочешь сказать сам не предлагали служить полномочия депутата акслана не предлагается же полномочия депутата но они же остались депутатами ну потому что они не сопротивляются из тех людей тоже есть такие люди может кто пришел жизнь покажет но я не питаю никаких иллюзий что там в нынешнем составе парламента будут какие-то депутаты которые будут способны выразить свою точку зрения там таких нет я как-то в интервью спрашивал у я вел проект рядом у единороссу и в людей кто там приближен к главе республики калныки и задавал вопрос у сергеевич хасиков 20 19 21 года и вот у сергеевич хасиков 23 года разные люди мне сказали что это разные люди которые на сегодня развиваются тоже более относятся ответственно к своей должности и к народу как и ну ко всему такому такой патриотичной точки зрения все это мне высказывать как ты думаешь ты нет ты веришь в это имя слав понимаешь глава республики кем бы он ни был это такая должность которая самостоятельно от положения социально-политической ситуации республики оцениваться не может от того что разный он стал там лучшую в худшую в личном плане он изменился стал там красивее там да или более там как из фотогеничные на сами экономическое положение республики изменился как это функция я те сам он почему ты отвечаешь вопросом на вопрос я этим но потому что я считаю что глава республики кем бы он ни был это функция и оценивать его личностные качества в лучшую или в худшую это неправильно его можно оценивать как личность но оценивать его на должности главы неправильно ты задала мне вопрос как глава республики до изменился он не изменился до его надо оценивать исходя изменилась ли ситуация в республике или не я считаю она не то что не изменился она хуже стало намного хуже вот мой ответ все понял тебя старый палец в заключении пару слов как всегда что пожелаешь нашим подписчикам вдохом на что пожелать я всегда я люблю историю вот люблю историю наших предков те факт и пытаясь сопоставлять с нынешней реальностью и меня всегда вот поражали личности наших лидеров да вот были такие факты был у нас такой предок ой рад весен тайши который 1459 году исходя из китайский хроник 1 сентября встретился столкнулся с маньчжурской армии полумиллионной и стоял перед выбором принять бой сдаться на волю победителей или отступить между на эту историю да он принял решение принять бой хотя соотношение сил было несопостримое до 20 тысяч против полумиллиона армии ну какой бы храбростью не обладали это смерть и несмотря на это несмотря на этот человек когда стоял перед этим выбором уже понимал чем все все это для них закончится он лидер был ханство и отвечал это мало того что разгромом его войска до небольшого относительно это могло уничтожение нас как народа айрата могу закончиться но несмотря на это он принял решение отдать бой мало то что он дал боем разгромил до выиграл разгромил и в истории китая не было такого факта чтобы император китая император поднебесной попал в плен в два года в плену у степного хана а такой факт был только в истории айратов это один момент да и второй момент я подведу почему это говорю вот мне интересовала личность холю к д я думаю что им двигало за десятки тысяч километров откачевать пройти огнем и мечом до нас никто не ждал на этих кочеве там мы на территории калмыкии кочевали родственные нам похожие по образу жизни остатки золотой орды на гайцами которых назвали да и и все весь период его откачевки они воевали он мало того что он смог при кочевать находясь не простых условиях отвоевать себе часть этой территории закрепиться на ней и положить начало государственности 450 лет мы я считаю что это последствия тех решений которые он принимал как правитель несмотря ни на что мы сохранились мы выжили как народ мы сохранили свою идентичность да хотя полностью оторванные от мангала сферы от близких нам по крови единоверцев и я думаю что им двигало для чего это зачем он сюда пришел да то есть мы 450 лет мы уже как отдельно это сложились волжские калмыкии до потеряв самоназвание потеряв язык но мы сохранили некую идентичность да и пытаемся воюем между собой там грыземся но пытаемся сохраниться мы куда-то двигаемся кто-то развиваемся я хочу чтобы дальнейшая судьба нашего народа она изменилась тот негативный тренд который нас ведет к окончательной ассимиляции уничтожения можем раствориться и так много осталось он изменился я прежде всего хочу чтобы изменилось самосознание то есть я хочу чтобы мы рассказать вспомнили кто мы кто наши предки какая кровь чай кровь наших жилах и и когда мы ощутим это мы ощутим что мы не просто сюда пришли сейчас многие потеряв язык потеряв ментальность ассимилируется они уже это тратили они уже это не чувствуют они вообще непонятно кем себя чувствуют я считаю это неправильно я не хочу чтобы мой народ исчез я хочу чтобы мы сохранились и мы гордились и своей истории и своими предками и принадлежностью к нашему этносу вот для этого я этим всем не занимаюсь спасибо это был даке набухал палочек как всегда жестко агрессивно критично спасибо что пришел спасибо